Моделирование консоли в стиле Рококо Выдавим прямоугольник и скруглим одну торцевую грань Сопряжение верхней грани сделаем касательным на 10, а инвертированным на 10 минус одна тысячные миллиметра Сделаем два сгиба по спроецированному ребру первого сопряжения В центре завитка построим сферу с радиусом 10 В операции сдвиг укажем внешнюю дугу как путь внутреннего ограждения А во втором сдвиге наоборот, таким образом создавая плавный контур внешнего изгиба Произвольно поделим деталь перпендикулярно ее дуге В верхней точке внешней дуги создадим сферу с радиусом 6 А над завитком 6 пересекающихся полусфер с уменьшающимися радиусами от 15 до 9 Согнем полусфера вдоль линии изгиба завитка, но с меньшим радиусом Сделаем массив сфер по внешней кромке И продолжим его по завитку с заходом в деталь Сдвинем образованную делением детали плоскость к полусферам, выбрав путь и ограничение Завершим орнамент двумя дополнительными полусферами И склеим детали Для придания детали глубины выдавим объединенный контур и сделаем на нем ряд сопряжений Снова выдавим, скруглим и перейдем к созданию листьев на плоскости перпендикулярной радиусу изгиба Методом вращения создадим нижнюю часть листа А верхнюю выдавим на 5 мм Для плавного изгиба согнем лист в двух плоскостях Сделаем массив и согнем его по радиусу изгиба основной детали Сместим вглубь и скруглим край последнего листа Зеркалим тело, завершаем его вращением Замыкаем массив сфер по радиусу завершения Смещаем деталь заподлицо с основной плоскостью Выдавливаем корпус консоли Делаем на нем фигурные буртики и молдинка обрамления Создаем опорную сферу, склеиваем тела И завершаем деталь заполнением внутренних пустот Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Соб thereof Исп つ Соб thereof Сор Конец первой серии